приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео свои дети любовь к своим рожденным детям здесь важно оба слова к своим рожденным якобы на наши дети нам только те которых мы сами родили это наши дети я некоторое время колебался разделять ли эту тему своих и не своих детей как это говорят но все-таки решил разделить то есть свои дети как это называют рожденные дети и вот второе видео будет после этого как видите значит на значке даже оставил те же самые слова то есть свои дети но картинка другая если на значке сегодняшнего видео там надпись роддом да то есть когда рожают рождаются дети у какой-нибудь там семейной пары и уже на следующем значке которую ролик увидите следующем за этим выходящим там детский дом когда пара берет как бы ребенка на самом деле здесь есть подтекст понятные глубокие с другой стороны поверхности лежащие да это свои дети все на самом деле нам дети но вот есть рожденные нами нерожденные вот эти вот проще прочие вещи но я решил все-таки разделить тем то шеликами и так всегда очень большие сегодняшний ролик будет наверное достаточно небольшой относительно как я это не умею делать да но все-таки потому что я просто донесу общую мысль о том который уже сейчас даже кратко сказала потому что нам все дети на земле они все наши рожденные нами нерожденные мы все друг другу родные и близкие мы все божье творение все его дети все его братья все его невесты да пусть даже еще кто-то не христианин еще кто-то не познал бога не познал истину это все равно мы все друг другу родные и как сказано в писании бог не хочет смерти грешника но чтоб покаялся и вечно жив и счастлив был вот и цель каждого познавшего истину человека христианина настоящего это как можно больше ли улавливать людей в небесное царство свободы и любви вечное небесное царство свободы любви иисуса христа и это возможно только через познание истины о том что все мы все мы все мы божье бытие да и закон благопытия один это любите быть любимым добровольно естественно только такое вечное благопытие возможно быть так что по поводу приемных детей мы будем разговаривать но я буду разговаривать будет слушать кто можете в комментариях что-то так писать это будет следующее видео сегодня у нас с вами третий пункт в рамках такого вот такой темы такого плейлиста такой страничка которая на сайте у себя создал это семья любовь к детям и родителям ну или кратко родители дети да отцы и дети есть такое ну в этом выражении забыта мама поэтому я так формулирую родители дети в первое в описании первой строчкой будет ссылка на мою страничку где вы найдете все тексты все пересылки какие-то полезные итак мы с вами давайте будем рассматривать эту тему я буду зачитывать то что я написал в принципе вот у вас на экране это все что я для вас сегодня зачитаю и к свободе слова поговорю и так убежден так я начинаю свою маленькую статью по этой теме о любви к своим рожденным детям убежден что в современном мире эта тема вообще не актуальна особенно для мужчин и до тех пор пока в мире независимо от страны нации этноса вероисповедания и прочих вещей существует хотя бы один неустроенный несчастный ребенок проживающий в детдоме или на улице любвеобильные люди в полноте познавшие истину не смогут рожать своих детей я естественно буду все это говорить на своем примере да почему я сказал особенно для мужчин да потому что женщина возможно еще имеет желание пережить опыт беременности и родов но мужчины никакого опыта из этого не получит кроме эгоистичного лицемерного знания того что это его кровинушка которую он будет любить не так как всех чужих детей если вам так хочется пережить опыт любви к ребенку во все дни его жизни от рождения то нужно тогда рожать когда в мире не останется уже ни одного брошенного грудничка младенца затем не останется годовалых детей а затем двух годовалых трех четырех и так далее о чем я здесь говорю вы знаете человек который приходит вот в полноту познания истинно как я всегда выражаю что действительно является целью сутью и и и и и конечным достижением человека ищущего алчущего и жаждущего правды как иисус выразился это что это познание того что весь мир одно единое целое все это божье бытие и закон его закон его счастье как хотите выражать стами слова как благо все говорящие об одном и том же закон один это любовь это единство это родственность друг другу да на самом деле я удивляюсь глядя на современный мир что мир до сих пор насытся с этим вот деторождением там в том плане что вот надо своего ребеночка родить как я и начал эту статью еще раз повторюсь я убежден что в современном мире я даже не стал в этом ролике вам приводить статистики они могут быть обманчивы но я думаю что каждый из вас кто живет с широко открытыми глазами они прячутся вот так вот от мира закрывая уши глаза и рот живущий честно открыто глядя на все так как есть понимать что в мире просто миллионы наверное детей если взять мир причем я хоть человек русско-говорящий при этом смотрю на весь мир тем более в свете современных технологий все это можно делать за счет интернета переводов и ты понимаешь что в мире просто огромное количество так называемых брошенных несчастных детей которых не детей в не был полученных семьях от практически одно и то же за которыми никто не смотрит мне ничто там с ними не помогает им не кормит даже вплоть до того что не говорят там что-то давать какое-то образование еще что-то одевать обувать да и вот такие люди детей прямо живущих на улице бездомных детей да у нас огромное количество больных детей но опять же брошенных да вот причем больных как и неизлечимы так скажем как и излечимы и никто их просто не лечит и вот при наличии такой при наличии такой ситуации в которой мы с вами все живем в этом мире я удивляюсь что мир насытся с вот этим вот рождением ребенка я вообще удивляюсь что у нас в странах да вот у нас якобы есть вот эти мировые религии типа там так того же самого христианства ну правда в виде псевдо христианских сект православия католицизма при статизмом мусульманство иудаизм там буддизм да и прочие все эти не мировые более мелкие так называемые религии секты я удивляюсь что и казалось бы я имею что кто знает если там следует статистик что христиан там чуть ли не 2 миллиарда если всех вместе взять а у нас всего вроде как 8 миллиардов живет то есть четверть населения земли мусульман там я уж не знаю сколько миллиард или тоже два и возьмите всех остальных там и же с ними у нас получается верующих в бога человека и в принципе всем все вам будет говорить что бог есть или любовь христиане или справедливость как мусульмане у как бы просто добрый но может и по башке настучать вот или буддист вам будет говорить что вселенная конечно блага и добрая вот но при этом мы видим с вами что мы живем в мире где у нас просто огромное количество несчастных детей брошенных игру сети детдома прим это пса практически абсолютно все страны там единицы где это как-то более-менее там устроена основная масса вот именно вот так живет и мы до сих пор нас им си рожаем там своих детей это говорит лишь о чем о том что как иисус сказал пик и верх нашего самопознания упирается головой в потолок чего люби ближнего и ненавидь врага своего все любить любящих этот потолок вероучения мировоззрения и жизни основной массы людей на земле из этих восьми миллиардов так называемых которые сейчас существует вот без без там не знаю может быть миллиона человек эти восемь миллиардов живут именно вот так вот а то и меньше там и миллион там не наскребется вот этот вот это вот наличие вот такое вот количество вот этих детей стариков те же самым кто кто знает старость не зря и называют второе детство те же сам вот эти дома престарелые брошенные старики вот но со стариками немножко по-другому ситуация но все-таки мы с вами будем последним роликом я буду говорить о любви наоборот детей к родителям да там эту тему я раскрою тоже поговорим об этом поэтому сегодня все мешать не будем но по сути это смысл тоже конечно похоже и вот знаете вообще индикатор так скажем осознанности общества в массе даут не не конкретных личностей брать меня вас там по отдельности каждого а вот общий градус как это говорят этот вот показатель это очень показатель отсюда можно можно опровергнуть и и и и явить вот лживость всех тех цифр там якобы в той же самой россии якобы там чуть ли там не 80 процентов православных хотя такого быть отрадеясь не может да есть еще мусульмане во-первых где остальные христиане католики протестантах тоже немалая часть да но как послушаешь цифры православная секта так за голову из-за живот от хохота берешься и от этой лжи за голову берешься неприкрытые до и без стеснения всякого вот но действительно возьмите всех остальных уж не рыжь то есть просто добрые атеисты там всякие да но количество вот этих вот детей у нас да и вообще отношение к детям детские и прочие вещи вы помните я уже предыдущих роликах говорил как избавиться от абортов да надо чтобы у нас детские были правильные покрывающие все нужды ребенка тогда бы у нас была другая отношения друг другая ситуация и вот именно вот эти вот те же самые детские да когда были там как и стипендии у меня в свое время 100 рублей до на который можно один проездной или одну игрушку для ребенка купить это показатель того что можно сколько угодно с телевизора рассказывать о сказках там о любви и прочих вещах до заботе и а делами доказывать совершенно обратное так вот при наличии вот такой ситуации в жизни меня удивляет что мы все время насыемся с этим деторождением да мы не можем своих детей так называемых ну кто кто дорос до этого что такие слова вообще произносить что это свои все дети на земле это все наши все те кто находится уже так в называемой репродуктивной доктор способен уже их рожать и вот все эти люди вот тем более старше там я уже точно двадцати там лет все эти люди кто дорос конечно же будет употреблять это слово что все дети на земле это мои дети все свои нет чужих никаких детей родил я его не родил до из пробирки сделал кто-то родил это уже мой ребенок тоже каждый человек на земле мне брат и сестра и матери отец да как говорил иисус если он конечно же исполняет волю божью но это имеется вот духовно но по плоти мы действительно все друг другу равны и все друг другу родные и поэтому меня конечно же вот это вот удивляет просто и по поводу вообще вот этого рождения ребенка я поэтому написал вот ну хорошо женщина может как бы у нее есть вроде как аргумент за то чтобы именно родить ребенка это только для того чтобы пережить вот так скажем это знаете ту язык не поворачивается сказать радости беременности там рождение уж мы все с вами знаем что после грехопадения вместо того чтобы плодиться и размножаться в радости в раю после грехопадения что случилось с женщинами в лице евы в муках и болезнях будешь и и и и вынашивать ребенка и рожать его сказал господь за то что ева сама прекратила жизнь животного да за этой была проклята проклятием так называемым в муках давать жизнь дошу понять что такое обратную сторону медали убийства да то есть того которого она совершила вот и пожалуйста если и тут даже тяжело язык повернул что женщине как бы у женщины аргумент это испытать радость там вынашивание то есть беременность периода беременности вынашивание ребенка его рождение что беременность проходит мягко скажем нерадостно да причем у многих по-разному насколько я знаю у многих женщин очень тяжело все это проходит так что она готова да вы помните даже в библии есть когда реветка по-моему да там близнецов рожала и они там в животе пихались она грел да зачем мне тогда это вообще нужно вот так и здесь да тоже насколько я знаю многие женщины в пиэту выпьют к богу господи зачем нет вообще-то такое нужно если все так тяжело проходит сами роды до женщина кричит мучается готова зубами грызть грядушку от боли вот понятно как иисус сказал и это рабу ну и суста на духовном говорил ну ты на сравнивая земной жизнью с тем как женщина рожала до рожать что да когда вынашивает рожает мучается терпит боль но когда родится ребенок в мир тоже не помнит скорби и страдания от радости того что пришла новая жизнь мир это конечно все хорошо но никакая радость все равно последующий не отменяет той боли и тех страданий скорби которые женщина испытывает до появления этого ребенка на свет причем все это происходит потому что когда-то сами согрешили да и все это могло быть по-другому и должно и богом был задуманно по-другому и и было бы по-другому если бы мы не 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 падали в грех в лужу грязи самой мордой вот и поэтому конечно же вот это вот рождение даже для женщины не настолько радостно но опять же это речь идет о том что ну раз это можно пережить сами женщины многие не хотят второй раз рожать третий именно по причине вообще самого этого процесса вынашивания или как он называет период беременности и рождение ребенка уже это многих страшит там рожать второго третьего после первых родов до более того многих там врачи многие женщины что второго вы уже не сможете там у вас там то 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 что там матка опущены или еще что-то причины вот я понятно не суперспециалист в этой области вы же знаете то есть я рассуждаю но и дело не в дилетантстве а в том что мы все с вами люди и все можем в любой теме более-менее разобраться вот но вы понимаете что я пытаюсь донести общий смысл вот и вторые там третий рода для женщины может уже происходить с а с опасностью для здоровья и даже для самой жизни вот но опять же если это раз можно сделать ну хорошо мы бы столько все равно бы не нарожали если бы женщина рожали только одного ребенка да а вот всех остальных то что остальных надо брать приемных да но одного ты родила хорошо все это все надо на своей шкуре как говорится испытать ну хорошо испытала ты это дальше что зачем их рожать два три пять десять если у нас полно и не благополучных брошенных несчастных бездомных детей больных и так далее по поводу мужчины вообще отдельный вариант мужчина что испытывает ну пам понятно то можно рассказать ой да он там видит беременную жену и что же какой-то эстетическая радость удовольствие животик поцеловать то есть как бы чувствует первое биение там и все такое вот но все это хорошо а конечно эта цель до чем опять сравниваю я и так и написал что все это кроме эгоистичных вот этих вот посылов и помыслов и наслаждение так скажем тут же чаша весов да я же не просто говорю чтобы я же вот именно самого начала эту эту ниточку потянул да что если бы в мире конечно же не было бы всего этого если мы жили в другом обществе где у нас нету несчастных детей никто не страдает дед дома пустую до пылью и паутины заросшие то плодитесь размножайтесь на здоровье да и и мужику чё вообще проще да он все это со стороны наблюдает да там не его же там рвет каждый час папа куда только во все стороны в какие только можно ему хорошо животик потрогал поцеловал сказал как он любит все это до носить-то женщине мужчин что с этим опытом переживать но по сути ничего кроме кратких там переживаний и радости вот именно за счет страданий те же самые женщины и за счет по сути страданий и те же самых детей которых ты не приютил да вот своего рожаешь и как всегда это кровяное что потом он будет любить свою кровянушку да несправедливо судить в песочнице между своим и не своим ребеночком все ради этого до отмазать своего ребеночка да он как кого-нибудь на дороге переедет он своего потом будет особо любить пристроить на свое место да хотя он там не вдруг ногой как говорят но он обязательно будет продолжать дело папы да и станет тоже депутатом когда его папа был всю жизнь бездельником депутатом только вот ради этого все рожают своих детей до чтобы кому-то наследство свою империю передать а то как же я всю жизнь храбил воровал да или пусть даже там так называемым честным бизнесменским путем достиг тут вот слава и богатство кому все это достанется да да просто кому-то достанется какая разница если ты к этому относишь то что все люди на земле тебе родные тебе вообще без разницы кому все это достанется кроме 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 вот таких вот чувств если мужчина кричит что он он хочет именно своего от вас ребеночка я вам сразу скажу этот мужчина не любит детей он вообще не достиг и не дошел до познания истины если мужчины не способен взять приемного ребенка как говорится в семье он не любит детей он ничего им грубо говоря хорошего не даст я не говорю что когда вы родите он завтра бросит их и убежит да нет мужчина будет конечно же его крови ножка в нем будет играть так кровяные чувства он уже конечно не бросит но хорошего этого ребеночку ничего не даст воспитательного по-настоящему человеком не сможет уж он сам ничего не достиг мужчина вообще по-хорошему достигший вот именно познание истинный и том что в том и и и и и как раз это должно у него совмещаться скажем с родительским инстинктом я уже во много раз говорю что то же самое сексуальный инстинкт физическая способность репродуктивная то есть способность уже там зачинать и рожать ребенка это никак не связано с родительским инстинктом родительский инстинкт это по сути хоть такой словом одно употребляем по крайней мере я в это вкладываю я уже в своих роликах вам об этом говорил подругается когда-то действительно в тебе это желание воспылала кому-то более маленькому более вот такому вот еще еще неосознанному существу дарить свою так называемую материальную там духовную любовь то есть и и и и и и накормить и напоить и и и и и и и что-нибудь умное сказать вот когда в тебе это воспылало да вот можешь сказать что в тебе этот родительский инстинкт проснулся да а он не просыпается автоматически когда ты там в 13 лет у тебя первая полюция произошла там да или эрекция это вообще не связанные вещи это абсолютно не связанные вещи что и женился и печать в паспорте поставил ты еще абсолютно не готов кого-то тысяч сам ребенок некоторые там до 30 лет от мамкиной юбки оторваться не могут да даже в семье многие кто знает основная масса людей женится это не все просто вторую мама выбирают которая будет гладить убирать готовить стирать до сопли ему подтирать это основная масса кто знает вопросом занимался основная масса мужиков которые женятся они просто вторую маму себе выбирают многие женщины потом это осознают да что неравную себе помощницу выбрал до возрастание в любви а просто мамку себе кровяную поменял на мамку вот такую вот папа по паспортную по печати в паспорте вот и все а потом за голову берутся но вы сами выбрали себе сыночка а не зрелую личность то же самое с детьми да если мужчина не говорит овощи не поднимает вопрос о взятии приемного ребенка он просто не дорос до этих понятий вот и все вы кто меня слушать я конечно понимаю вы можете сейчас обидеться на меня да тут со мной дружат даже там общается переписывается но вы не обижайтесь лучше лучше признать найти покаяние начинается с принятия себя того что я грешил или я хотя бы не дорос вы конечно не грешны в том что вы там не берете приемных детей но вы и не святы это очень важно ведь все вы здравые личности кто со мной общается это уже люди зрелые да ну бывает мне там редко пишут там какие не знаю еще не не достигший совершеннолетия бывал у меня пару раз там и девчата ребят писали на основном конечно со мной общается уже вот там 20 даже не 18 от 20 и наоборот даже туда дальше моего возраста а мне сегодня 41 так вот конечно же если вы эту тему не поднимаете вы просто над этим вопросом никогда не задумывались или всегда это отодвигали от себя потому что если человек по-настоящему созревает к совершенной любви и если в нем действительно живет любовь ко всему божьему творению ко всем людям на земле равна он надо этим вопросом будет задумываться а что вот это да как я зачем мне рожать если вон полно детей все могу подарить счастье любовь и есть кому дарить эти дети есть на земле их полным полно в нашей стране в нашей сейчас образно говорю в какой бы вы ни жили относительно своей страны в других странах есть усыновление в других странах не запрещено очень даже практикуется во многих странах из одной усыновляют другую если вы об этом не думаете вы просто не доросли вы просто опять вы просто живете вот ваш уровень потолок вы уперлись вот в это вот люби любящих и все так что вот так вот поэтому если вы такой от мужчины слышите это просто эгоистичные вещи вот и все это вот его потолок эру может вы себя узнаете кто-то даже со мной близко общает но вы не обижайтесь от того что я говорю правду она правдой не перестает быть от того что вы ее отталкиваете не принимать вы же все знаете прекрасно что я говорю правду то что я говорю отражается в сердцах ваших если вы искренне алча и рождите правдой из конечно у вас там секс просто закончился пусть даже нежелательной беременности не говорю там бежать абордил тем более у вас семья вот ну что если вы решили эту семью создать ну а что толку то зачем вы тогда все это создавали можно так было жить без паспорта без всяких венчаний уж как говорят семью создают на тогда создать когда-то действительно ли детей хочешь от этого можно жить спокойно без всяких паспортов и венчания жить заниматься сексом отдыхать да чё там в чем проблема то не делать никакого общего имущества и так далее чтоб потом проблем не был со всеми этими разводами так что вот так вот и поэтому я тут уже сказал если уж вам так хочется пережить это же знаете ну да ты берешь когда приемного ребенка ты можешь взять и подростка вообще да что он там в детдоме чем там хорошего то получает особенно там если говорить за россию то в российских детдомах да ничего кроме насилия унижение ущемление нищеты там что-то в наших детдомах можно увидеть да ничего или на улице сон там с китайца то можно подростка какого-то приютить помочь ему встать на ноги да пусть и в таком уже подростковому ты именно можно сказать зрелым созревающим возрасте это может быть конечно там 10-12 лет ребеночек может быть пятилетний да то есть такой возраст тоже уже и как лица все эти как лица беды вот эти которые там с младенцами сколько там все все это бессонной ночи да возьмите пятилетнего 6 5 там-7 летнего когда уже он там разговаривать начинает и все такое уже с ним уже с ним легче все таки уже уже человек маленький человечек такой да со всеми проявлениями но пожалуйста если вам хочется прям грудничка и чтобы он как говорится не помнил всего ужаса как его в детдом там отдавали может быть там или эти службы забирали какие-нибудь возьмите себе там сколько полно ну то есть от года до пяти до так назовем груднички нуля от года до трех до такую группу возьмем я не стал никаких там и руль все это ведь я много писать не стал больше говорю свободе слова вот потому что это очень сеть процентные цифры все это очень относительно ну так бы да можно на взгляд разделить там от ноля до трех лет это такая одна как-то группы когда еще совсем вот такое кусочек плоти который еще не говорит можно сказать ничего да не помнит родители там прочее потом ну там от трех я бы разделил где-то лет до 7 до то есть такая тоже такая группа детей еще со своими какими-то такими характеристиками уже от 7 до 12 ну и дальше от 12 до совершеннолетия до 16 до 18 тоже другая группа на тоже еще дети тоже можно помогать вот он может быть на улице еще в детдоме а из детдома выйти ему некуда потому что эти бредни и сказки особенно в россии там про какой жилье там этим сиротом никто ничего не дает до их там тоже обманывают и накалывают и чуток с ними не происходит в концовке они на улице оказываются многие да вот в чем проблема то да но даже если я говорю вам хочется то есть ну берите младенца что вам это беременности роды возьмите младенца их полным полно потом годоваловый мы так и должны делать забрать все всех младенцев потом годовалых потом двух потом трех и так вот пока всех да не заберем чтобы их никого не был тогда можно рожать или наоборот сверху из хотите берем сначала всех 16 15 14 13 12 и так далее да по поводу я вот нам даже после ролика запишу единственно что я хочу сказать такое предостережение в плане опасений да почему не берут детей могут аргументировать да вот он там неизвестно от кого все вот это вот гены там алкаш или еще слушайте в этого все можно конечно верить и на самом деле отчасти что то есть точно так же как мы похожи на своих родителей по плоти и нам передается вот эти физические черты там лица строение тела дети действительно похожи на своих родителей от них передается там и психика и прочие вещи болячки физические мы же не вы же не знаете кого вы там берете может быть это ребенок наркоман и он и в этот момент кололста может быть это ребенок вич инфицированная от вич инфицированной там матери родители во первых все это узнается если уж там вас такие большие страхи насколько я я просто в этот вопрос все равно вникал я сам как хотел взять да просто мне это оказалось невозможно сделать папа виду моей жизни и деятельности и образу всего этого мышления и так далее но кто кто может взять да там там же полный вам дают ну максимально полный отчет по этому ребенку да и относительно болезни и и родителей есть возможность там все как бы есть есть досье так скажем на каждого ребенка карточка где максимум все отражено вся информация ну по крайней мере в нормальных странах в нормальных организациях так насколько я разобрал стараются делать ты можешь познакомиться со всеми такими вещами да то есть я заранее предупреждать если какие-то болезни врожденные из каких-то патологии или подозрения на что-то что есть на сегодняшний момент игру кто там родители откуда было взят вот что там отказники не отказники или просто умерли ведь есть дети которые просто остаются сиротым потому что попали в аварию вся машина в смятку там все погибли кроме грудничка там как-то бог а ангел защитил да и вот он такой живой остался просто сиротой то есть пожалуйста там никаких там хорошая семья не патологи и если вы конечно вы можете выбирать начинать с максимальных благополучных условий понимаю что вы там не потянетесь в генах как говорят там алкашистов будет ли любовь там спиртном удар хотя все такие вещи вы же не в ответе будете за этого ребенка если он там вырастет и с алкоголем не будет справляться ваше дело пока он же не будет бухать с трех лет то там да вот но вы можете и даже при том что у него родители были алкаши вы-то можете вырастить его праведником так скажем сколько можете вложить в него доброго а там уж как он изберет свой путью став совершеннолетним начав там работать и обеспечить себя вы уже за это будете не в ответе если даже он будет кем-то станет как сказано в библии он сам все будет уголь и на голову собирать вы как раз для него сделали все что было возможно и он как раз на суде божьим не будет говорить я вот тут это что я такой был вот там семье алкашей меня там били да то есть у меня не будет этого человека от нас его взяли нормальные родители воспитали накормили обеспечили всем да и ему придется вот так вот этим вот жить потому что он сам будет в ответе за свои поступки так что очень важно давайте я тут на себе тоже расскажу кое-что мне 41 год у меня нет семьи детей но от юности я знал что если я когда-нибудь что если когда-нибудь и будет у меня семья то как минимум первый ребенок в ней будет приемным когда у меня были первые постоянные отношения 18 лет я так и сказал об этом своей девушке уже не помню как она тогда отреагировал но точно неплохо и просто я там не буду подробно рассказывать но потом эту тему о приемных детях и любви к ним я не раз поднимал разговоров с разными людьми мужского и женского пола и большая часть из них не понимала моих убеждений я просто себе да вот я сейчас конце скажу что конечно мы должны вот именно в таких мирозрениях детей своих воспитывать вот меня в таких мирозрениях не воспитывали и мне об этом никто не говорил но как я вот вам сейчас зачитал так скажем кратко свою историю то я действительно когда у меня были первые серьезные отношения как говорится там девушка своя тогда то я сразу мы как бы об этом ну там уже о женитьбе говорили что такое да ну мы занимались сексом естественно вот дружили там все такое ну я тогда учился еще в институте она тоже там но все равно когда мы эти темы затрагивали я тогда я это все помню я как написал же я не помню прям всех этих разговоров прям реакции но я помню естественно об этом говорил прям серьезно говорили мы тогда я сказал что вот если уж там типа ну секс нас был как-то безопасно старались вот никто никакой беременности мы не планировали я них собирал своих детей и поэтому я говорил что это не должно быть не случайно и даже если уж планировать то опять же я сказал что я своих не хочу до тех пор пока вот мы кого-то не возьмем потому что я подает все ведь это да как всем рассказывать что показать я в 27 когда господь призвал меня что есть истина вот но многие вещи во мне уже давно еще из прошлых жизни видимо душа я древняя это уже очевидно я все это до ощущал понимал никто меня в этих убеждениях не воспитывал не в окружении этих примеров у меня не было вот но я вот так вот понимал и сразу так для себя решил именно поэтому я никогда как говорю детей у меня нет хотя у меня была бурная половая жизнь с от девушкой через там три года мы расстались ну по моей инициативе но при этом я думаю что меня детей нет как я групп то что я всегда этот вопрос процесс контролировал и и понимал что если а тем более чем дальше все это шло чем я вырастал все больше и больше и я естественно понимал что именно так и будет вот но в концовке кто знает мою жизнь ведь она повернулась по-другому были у меня там еще пару отношений так называемых серьезных ну тоже все было нет не так долго ни до чего не доходило но я в этом рост всегда 27 господь не явился призывал меня к покаянию потом я с тех пор я 15 лет может быть один да но у меня были попытки еще раз пару раз так скажем классическую семью завести как это говорят да создать были такое слово подходящее но ведь видимо нет божьей воли на это но опять же вот это вот по отношению к детям всегда было у меня одно и то же со всеми я об этом говорил вот сколько я пытался да с киски мне было в концовке за всю жизнь это может быть пять пять шесть раз мне были вот такие постоянные отношения и до покаяния получается и после покаяния я всегда на эту тему а в этой теме я был одинаков причем как я вам говорю до покаяния после ничего мне не менялось со всеми я об этом говорил и и как я сказал что я р уж прям ну реакция той первой не не было отрицательных я точно помню ну может она просто не хотела мне противоречить вот и да и дальше прям такой критической реакции я не встречал но и разделение убеждения тоже не находил своих да я вот смотрел на этих своих так называемых девушек женщин да потом и я видел что они этого не понимают и я понимал что они любят только любящих я уже тогда все это понимал особенно уже после покаяния все больше и больше я понимал что если человек а причем после покаяния пытался свою жизнь там с христианкой с христианками там с несколькими пытался в разное время построить так скажем да и я понял вот именно кстати из этих разговоров для меня было тоже критерием я когда тему заводил и по реакции я понял что если она это не то что там принимает она этого не жаждет если я произнеся и открывшись об этом она вот с такими радостными глазами не ответила мне я понял что она просто не доросла вот и все и счастье у нас не будет она не способна к этому она любит только любящих основная масса даже христиан я живет только вот в этой парадигме дальше никто не растет никто не двигается чтобы любить кого-то там другого цвета кожи за другой границы находящиеся да нет мы к этому вообще далеки да вот относиться к любому другому человек точно так же как-то относишься к родной матери или к отцу я когда об этом вот против сам мать и отца я кто знает про родители все время говорю то же самое что для меня все одинаковые для меня соседская бабушка по сути ничем не отличается от моей мамы я к ним одинаково отношусь до дела проявляемые разные так скажем но внутри я не чувствую никакой вообще разницы я и кто и кто и отношусь абсолютно одинаково вот равно да я не чувствую себя рабом и должником за то что мама меня родила то что я и родитель с вами говорил если вы считаете что выражали меня в долг да то заберите мою жизнь я вам ничего не должен мне она не нужна мне рабская жизнь не нужна я не раб не надо было меня тогда против моей воли рожать и делать меня рабом от рождения да я не хочу чувствовать себя должным за то что вы меня родили монет не надо это вообще отвратительно привить своему ребенку чувство рабства за то что ты его якобы вот вора родила вырастил он вас об этом не просил это да никакая была не любовь до любовь ничего не требует взамен да это очень важные такие тоже постулаты вот и поэтому вот пожалуйста это у меня всегда такое было потом я пытался узнать по поводу сыновлений но это я об этом в следующем ролике более порогно буду говорить просто такой как я таком как я бесполезно взять ребенка но опять по то простой причине что дело даже не убеждениях вы скажете мы же такие же как ты кто меня может быть слушает мы тоже до этого доросли кто нам тогда даст но во первых я говорю у него разные люди многих не доросли опять же мне дело даже не убеждениях а дело в том что мне тоже нас в обществе куча других еще проблемы и клише и снобизма мужчине в принципе одному никто не дает в россии по крайней такой практике не существует там пом один или два прецедента за всю историю так скажем усыновление но пока не я российскую историю изучал по этому вопросу никто одному мужчине дает сразу что педофил или чем такое там если у женщины надо вот такую страничку анкету в одну страничку заполнить то мужчин это вот такой талмуд надо заполнить кто ты что-то и прочие вещи ну и плюс я уж слишком такая не знаю как правильно выразиться одиозная не одиозно не классическая личность вот именно ну основная масса людей имеет там постоянную работу и все прочее у меня с этим жизни не мне всегда был какой-то другой путь вы знаете что когда господь мне избрал и поставил проповедовать то это тоже никому не нравится вот уж не говоря о том что я проповедую истинную правду и публично и как видите кто знает вот пожал сейчас меня еще и в тюрягу пытаются усадить за антивоенную все это деятельности за обличение всего этого мусульманство ислама джихада да и прочие вещи и да и чем все закончится неизвестно так что вот так вот это просто не мой путь но опять же это просто у всех внешне такой разный путь поэтому просто вы знаете я всегда проповедую как создал сотворите научите но сам иисус был тоже неженатым детей не было почему-то проповедовал до любви и в том числе ко всем здесь тоже самое то есть конечно штыкать в меня пальцем что кидать ко мне что я вот мол учу тому что сам не делал здесь вы понимаете есть уникальные случаи поэтому просто у каждого свой путь так называемый да вот так что вот так вот но действительно если я шел классическим путем жизни когда люди там семьи дети все такие то как я говорил я к этому действительно стремился так видел и так бы сделал и до сих пор убежден в этом но и потому что все прекрасно понимаете в этом и есть любовь что любишь человека не просто ну понятно мы любим за что-то я говорил мы не будем любить когда нас по голове бьют мы любим когда нас по голове гладит это очень важно но это уже это уже ответ на какое-то конкретное действие добра или зла а вот где делить детей и тех самых и любых других людей пока он вам ничего не сделал а по сути когда вы в абстракции размышляете о своем или чужом ребенке вы же их образно не знаете более того я об этом всегда говорил слушайте когда вы на самом деле потом приемному ребенку расскажете о том что вот он приемный ведь он любить вас будет еще больше как иисус правильно сказал кому много прощается тот много любит там про грешника имел здесь та же самая речь во первых по сути даже будет много даже это будет работать с приемными детям потому что когда он узнает что за все его косяки когда вы его прощали не отрекаются тебя тоже будет косячить и приемный дети он будет что-то делать нехорошее там капризничать подрастут маленькие дети маленькие косяки большие дети большие косяки и проблемы да когда они когда он созреет эти дети вырастут вы им откройте что-то не приемный они вас еще больше будет любить за то что вот именно вот именно казалось бы как все там по плоти любит да а вот вы взяли и вырастили сделали его жизнь счастливой сколько могли казалось вот как чужому человеку и это будет еще больше его ответ на любовь к вам а соответственно соответственно у вас будет еще больше реакции сердце взрываться на ту любовь которую он будет вам любить тоже взаимных всегда чувство в том плане да вы же будете ощущать что у него любовь к вам такая прям прям разрывная да потому что то именно он понимает что вы насколько вот так вот достигли вот это так что вот так вот но давайте я вам дочитаю последнее вывод такой что этот написал то есть ну я еще раз зачитаю последнюю фразу уже не помню как она тогда отреагировал на девушку но но потом эту тему о приемных детях любви к ним я не раз поднимал в разговорах с разными людьми мужского и женского пола и большая часть из них не понимала моих убеждений здесь я кстати между не то что я поднимал лично вот так там с девушками с какими-то в плане прям себя я уже особенно когда я познал истину когда господь не открылся когда стал проповедовать я уже просто где-то это могло быть и с мужчинами с ребятами ну там с братьями когда вы христе или просто кто-то мне там звонил раньше я как-то в одно время много по skype там общался переписках то есть я разных тем поднимают вот но общего общее убеждение общий вывод могу вам сказать такой что конечно же эти убеждения кто к сожалению не разделяет не желает потому что я объясняю вам себя простую причину просто недоросли вот как бы это обидно для кого не звучало да просто недоросли не дозрели до этого состояния поташек тоже доходит до совершенного состояния он любит всех одинаково в меня вот это вот кровяное вообще не играет да в нем действительно исполнили слова иисуса что мать мне брат и сестра и дети это те кто исполняет волю божью там иисус имел ввиду по духу ты становишься родными до людьми это те кто святы они нам естественно близки но по плоти да мы мы все таки иисус как бы тоже сравнил стоит как бы и не и и не имеет никакого значения в это же сам как бы он взял и всех одной краской замазал да что все это не имеет никакого значения по плоти мы все как павел прекрасно сказал от одной крови в книге деяния описано это его проповедь в книге от одной крови бог произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли мы все с вами от одной крови все тут непонятного какие могут быть чужие если брать по адаму с евой да вообще еще по первому неразделенному человеку до безымянного так называемому мы с вами вообще все одинаковые все одной крови все родные друг другу вот и все чего тут делить то какие-то свои чужие родил ты его не родил какая разница как в предыдущих роликах мы с вами тему же разобрали об искусственном плотворении они могут из пробирки появляться и что дальше вашего ребенка может вырастить суррогатная мама если вы не можете сами там по какой-то причине женщины что чей он твой ли ее да они все наши все общие все родные любимые должны быть вот но несмотря на то что мои убеждения мало кто разделяет я убежден я пишу что чел если человек мужчина то или женщина не имеет никакого значения при наличии в мире стольких одиноких несчастных детей решаются начинать и рожать своих детей то эти люди не любят детей как таковых а просто жаждут любить себя в своем ребенке и много разных других нехороших причин почему я говорю что нехороших причин но хороших понятно как я сказал может они там и есть что можно назвать хорошей причиной что женщина там хочет пережить радость беременности и родов радость как вы поняли уже беру в кавычки то нехороших причин я имею что действительно ведь вы рожают детей я говорю очень по разным причинам семью сохранить да как будто ребенок семью там мужика удержит если там проблемы в семье это действительно просто ребенка обречь на страдание по сути даже вот именно вот эта причина я хоть и назвал хорошей а с другой стороны она не такая уж и хорошая если ты действительно рожаешь ребенка не просто ради ребенка чтобы чего пережить опыт родов да просто как опыт познать или что это такое да а причина а очень часто причина что похож на меня кем все вот эти вот вещи до что вторым я был вы помните мы об этом еще в child free в первых видео я говорил о том чтобы якобы сохраниться в своих мишка вот надо родить я бы как бы не хотел да не рожать не потом воспитывать но мне же надо обрести бессмертие в своем ребенке помните этот бред про то что я там кочую каким-то образом в своих там про 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 потом как да как 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 непонятно своей душой на и вроде как никак не реализуюсь и мире но как там какой-то бессмертие обретая вся вот это вот чепуха потом очень часто своих детях кто знает это же все этим родители в основном больные они начинают реализовывать своих детях свою свои не воплотившиеся мечты в жизни начинает куда ты вот там начинаю с этого обучения таскания до куда-то там его на всякие занятия там все эти секции какие они может даром не нужны они из него пытаются сделать музыканта хотя он там художник да и прочие вещи да и нас даже вот в этом плане но одно дело там святым человека воспитывать добрым это конечно задача любого человека другое дело там она сама так православию до 40 пришла а тут ребенка пытается с детства православными сделать даже якобы ради его блага и в эту секту его все время мордой тычет заставляет там да на одной ножке стоять не колыхаясь в храме и прочие вещи лбом там биться об каждую иконку ради этого только и многие дел чтобы как бы в нем вот реализовать себя так скажем увидеть себя так что вот так вот это действительно много разных вот этих вот причин и к сожалению ребенок только будет страдать от такого появления на свет что мы должны на самом деле делать мы должны привать своим уже рожденным детям именно такие убеждения тогда мир станет лучше и светлее один одет дома станут позорной истории человечества о чем я говорю вот кто меня слушает понятно у вас уже есть дети и я не хотел у вас вызвать чувство не хочу вас вызвать чувство вины как павел говорил пока не было закона не было греха да может вы действительно до этого момента вообще таких вещах не задумывались просто примите это со смирением с миром что действительно просто не доросли раз не задумывались а сейчас если задумать что вы как раз сегодня уже чуть-чуть выросли развивайте эту дальше тему в себе просто то что не стыдно покаяться в грехе стыдно закисать в возле просто продолжать до в этом болоте гнить вот и поэтому если у вас уже сегодня есть дети я ж не говорю вас там не любить их или еще прочее бросить их там наоборот все же я приемных детях говорю что надо взять и любить понятное дело я говорю о том что если вы до этого доросли то своих детей как минимум надо воспитывать именно в этом чтоб хоть что-то какую-то потенцию в этом мире задать они вам конечно же могут тыкнуть что вот сами сам ты чего так не сделал но можешь сказать вот им что я вот поздно это осознал да к сожалению а вот с тобой разговариваю и вы же что мы со своими детьми занимаетесь дату я считаю что тем просто над поднимать и вот именно наоборот асюш в них как как во мне вот мои родители даже не знали что они это живет на тоже и они вообще со мной никогда не общались да они считали что мне надо вырастить просто как животное все остальное там само как-нибудь устроиться до асти тем более вы об этом со своими детьми тему поднимите увидите в них искру в глазах что они так и думали о нем откроется что да да я так и думал так тем более поддержите их и все будет хорошо и это надо в мире распространять и транслировать если вы еще готовы и хотите и имеете возможность кому-то вот такую вот любовь подарить и тем более будет пример для ваших детей уже деятельный да это будет пример для окружающих людей я вот вырос тоже конечно можем не знать хотя я сказал это огромное я в предыдущих видео об этом говорил сейчас скажу и в следующем будет говорить что конечно же это огромная беда и неправильно если детям потом не рассказывать что они приемные это неправильно это никак их не обидит это должно быть наоборот им открыто чтобы они знали они еще больше любовь к вам испытают если они это узнают вы еще большее счастье от них и от этого тоже испытаете когда они узнают это не какая-то неправда более того и они тогда поступят также потому что с ними так поступали и все это будет вот по накатанной комом снежным и вот таким только образом мы можем в мире эту беду победить так скажем и действительно чтобы люди общества люди общества все целиком менялась вот и все поэтому это обязательно надо потом когда-то будет рассказать когда придет время и все чтобы он поступил точно так же вот но я говорю об этом надо сейчас со своими детьми говорить если есть возможность желание там хорошо на ногах стоите в материальном мире и вам дадут там все это то можно и взять если есть такая возможность ну по поводу приемных детям будем говорить невезетно брать эти ребенка есть там сейчас мы будем с вами в следующем видео как раз все эти темы более подробно ведь я в концовке разговорился почти часто у меня как всегда получилось поэтому не зря отделил ролик вот в следующем ролике о приемных поговорим есть разные виды можно помогать по-разному там я тоже затрону очень одну большую тему ты что на самом деле не так страшно все с приемными детями не обязательно брать полную ответственность на себя да и вообще там опять лежит такой корень в том что знаете у нас все время убеждение что мы должны вот именно вот это вот семья до мама папа и ребеночек там это же все неправильно об этом вы знаете уж сколько предыдущих видео обо всем говорил когда если бы у ребенка было 100 папы 100 мам это был бы в миллион раз сто раз лучше до чем один или два поэтому в принципе если люди и от этого бреда тоже избавились что там надо мама папа обязательно то мир бы был бы намного лучше тогда бы не нужно было бы все это прям кому-то конкретно брать можно бы просто детей и дело счастливым независимо того в семье он там живет или они живут в этих так называемых домах но об этом я в следующем видео расскажу она будет тоже очень интересно надеюсь вам она понравится но вот такое вот видео надеюсь она вам было полезно назидательно отрадно если вас это где-то глубоко сидела или не глубоко было на поверхности и вы услышали то что у вас и так всегда было я очень рад надеюсь что вы от этого тоже испытали что удовольствие что вы не психи да это все нормально это на самом деле самое правильное проявление человеческой сущности кто смотрит по сторонам видит все это и понимает что все это неправильно что все это надо как-то тоже менять вот женщина может одна взять я вам сказал уже у мужчины там целая проблема а для женщины нет женщину там я посмотрел там там практик постоянно то есть женщин даже одно если это не полноценная семья как говорят без мужчины там спокойно усыновление проходит работ с мужчин это вообще беда вот ну у нас я говорю нас куча клише и лгбт тоже самое что гомосексуальность до одинокий отец от раз педофил ну у нас такого говна полным полно до убеждениях человеческих вот как будто мужчина почему-то отцом он может стать да а приемным отцом сразу педофилов какие-то знаете у нас общество такое шизанутая на самом деле до здравости вообще практически нет ни в чем куда ни тыкни пальцем везде больно ну вот так вот ну ладно на этом видео надеюсь она вам понравилась как я сказал было назидательно надеюсь вы все это примете и будете дальше распространять это же светить этим и делом нет возможности делом не все мы можем все это реализовать тут тут у каждого свой уникальный путь по плоти в жизни но уж словом мы об этом должны говорить вот тем более если вы это чувствуете вот как я я не стыжусь об этом говорю в том плане что даже я делами это не могу подтвердить у меня просто по плоти ведь все-таки свой путь я к 40 годам в этом убедился я пробовал у меня были разные попытки видите бился я куда-то я понял что просто не мой путь да вот так что вот так вот но об этом я больше буду говорить следующем видео ставьте лайки если вам нравится назидательно отрадно полезно мое служение мои видео чтобы они алгоритмы youtube и подхватывались и кому-то еще показывались если вы считаете что это должно распространяться делить всеми сами так скажем активно так активно участие делиться своими какими-то окружающими людьми вас добрыми слоями близкими и далекими от вас на своих страничках в социальных сетях в каналах там youtube телеграммах распространять все это видео если считаете что они хорошие все с вами прощаюсь до следующего видео конечно же пока пока и и Продолжение следует...